В Дмитровском драматическом театре завершились репетиции спектакля «Невеста из Амерети». И об этом мы сегодня поговорим с актерами в программе «Творческая гостиная». Над спектаклем «Невеста из Амерети» трудилась творческая группа, которая ранее выпустила не менее громкий спектакль «Ханума». Выбор на эту пьесу «Невеста из Амерети» пал неспроста. С большим успехом в театре идет по сей день постановка «Ханума» по произведению Афксентия Цегарелли. Этот спектакль сделан для зрителей, которые любят что-нибудь повеселей, поярче, по-музыкальней. То есть это комедия «Вадевиль», где много песен, танцев, текст очень хорошим, красивым, тонким юмором. Это своего рода продолжение спектакля «Ханума» или, может быть, даже это скорее предтеча «Ханума». То есть те же герои, которых мы видели в спектакле «Ханума», они здесь. Героев здесь, правда, намного больше, чем в том спектакле. И смотреть их можно в разной очередности. Можно перед «Ханумой» этот спектакль посмотреть, можно после «Ханумы». Это неважно, потому что то настроение, которое дает этот спектакль, оно очень похоже, очень яркое, веселое. И, выходя из зала, зритель войдет в прекрасном настроении. Молодой семьянин Платон узнает, что его вдовый отец Бекине решил жениться. Если у отца в этом браке родится сын, то придется и без того маленькое наследство делить с ним. Добрый сосед Аристо вызывается сосватать Бекине свою бездетную дважды вдову Иллине за небольшое вознаграждение – корову. Действие происходит в Эмеретии. Это такой очень красивый, фантастический, фантастическое место в Грузии. Если кому повезло там побывать или кто собирается увидеть это место, ну, это что-то волшебное. И когда шла работа на декорации, конечно, прежде всего изучалась эта местность, и оттолкнулись мы именно от художественных работ. Потому что художники, которые, это, конечно, грузинские художники, которые писали эти места, они писали это от души. То есть та красота, которая там существует, подчеркнута еще и внутренним состоянием. И, конечно, мы постарались это подчеркнуть. И атмосфера спектакля соответствует именно вот этому миру Эмеретии. Масса танцев и песен. Кстати, хормейстером снова выступил Владимир Котик, который и ранее готовил несколько постановок, где присутствовали музыкальные номера. Неформально я уже достаточно давно слежу, так сказать, за музыкальной частью всего того, что здесь происходит. Но, скажем так, официально первый был раз. Опыт интересный, любопытный. Мне очень повезло с ребятами, потому что, наконец-то, они уже привыкли ко мне как к человеку музыкальному. И они слушались, они принимали мои предложения, им было интересно. Они старались, они проявляли инициативу, то есть они сами собирались, когда там меня, допустим, не было, повторяли. И за это им, конечно, огромное спасибо. Ребята молодцы, они сделали огромное дело в этом спектакле. В особенности, конечно, да нет, я, пожалуй, что не буду разделять. Пожалуй, что все номера были выполнены максимально качественно музыкально. Максимально качественно и с максимальной отдачей, старанием со стороны ребят и девчат. В спектакле «Невеста из Амеретья» Владимир Котик сыграл роль мужа-дочери главных героев в Кирилле, чему не сказано, был рад. Роль крайне интересная, она веселая, она яркая, она запоминающаяся. И самое главное, что мне как артисту повезло. Я уж не знаю, хорошо это или плохо, но бывает так, что задачи сложные. Ну, у персонажа задачи сложные. И прежде чем у тебя получится что-то интересное показать на сцене, ты пройдешь через семь кругов ада, чтобы понять задачу. Здесь все было очень просто. Это десельчак, который всему радуется, который все прощает, он всех любит. И самое главное, хочет выпить. Он всегда хочет выпить и всегда весел. И с такой довольно простой, но очень яркой задачей я прохожу через этот весь спектакль. Роль, пожалуй, что, наверное, все-таки второго плана, она не главная. Главные действующие лица там совсем другие, именно они двигают сюжет. Мой герой, он саму историю, само развитие сюжета от него никоим образом не зависит. Но его появление – это всегда праздник на сцене. За что огромное спасибо автору, режиссеру, ну и мне любимому. В новом спектакле «Невеста из Амерети» зрители увидят полюбившиеся грузинские образы. В спектакле занята вся труппа театра, а также есть новые артисты, в их числе Егор Матросов. Молодой актер пришел в коллектив Дмитровского драматического театра «Большое гнездо» в сентябре прошлого года. И спектакль «Невеста из Амерети» – его первая серьезная работа. «Невеста из Амерети» – это уже большая роль. Худрук Дмитрий Анатольевич сказал, вот тебе роль Платона, одна из главных. Справишься, будешь играть, не справишься, заберем. Ну, в общем-то, справедливо. Вроде бы я, считай, справился. Платон – это молодой семьянин. Вообще я в институте не играл таких семьянинов, у меня дочь есть. И, ну, было сложненько. Сложненько. По характеру он очень, очень, очень любит свою семью и хочет сохранить ее. И хочет будущего для своего ребенка. И это для меня было сложно. Вот, то есть, я все время, все время у меня такой нерв внутри. Надо, 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 чтобы доченька была, женилась, у нее было преданное. И все было, чтобы хорошо. Замуж вышла, женилась. Но, в общем-то, это был очень опыт, опыт большой для меня. Это первая моя большая роль вообще в театре. То есть, даже в институте были роли, они главные были, но на протяжении такого большого времени, на протяжении всего спектакля, такого не было. То есть, это для меня глобальный такой опыт. Можно сказать, что первым опытом эта постановка стала и для директора Дмитровского драматического театра «Большое гнездо» Марины Мурашкиной. Ей предложили сыграть роль одной из вдов. Я играю вдову. Роль поступила очень странным предложением. Ну, сыграть. Есть ли желание. Вот, поскольку у меня очень много, в общем-то, бумажной работы, да, реализации субсидий, все такое прочее, контракты, то как-то мне очень... Ну, я задумалась сначала, потом думала, а кого? И мне написал Дмитрий Анатольевич, мы были во время отпуска, значит, горбатую, слепую, хромую. Ну, я так подумала, что выбор-то не очень. На самом деле, я согласилась на роль вдовы горбатой. Ну, роль интересная, смешная, мне кажется, необычная. И поскольку в таком коллективе все очень весело, легко и задорно происходит, я подумала, что а почему бы и нет. Благодарю Дмитрия Анатольевича, что он мне все-таки доверил. Пусть это такая небольшая роль, но, тем не менее, я смогла себя показать в другом качестве. Яркие национальные костюмы, искрометный юмор, застольные тосты создают колоритную атмосферу, доброй и гостеприимной мерете. Слаженная работа коллектива принесла ожидаемый результат. Зрители не хотели отпускать полюбившихся артистов со сцены после поклона. Следующий показ постановки состоится 19 января и 9 февраля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова